МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир нашего телеканала продолжает новости. В студии Алина Николаева. Здравствуйте. Вначале коротко о главных темах выпуска. Без капитального ремонта было лучше. Жильцы одной из ростовских многоэтажек предъявляют претензии к своей управляющей компании. Да, там проблемы в подвале. Там не делали ремонт. Смету, которую делали, подвал не попал. С людьми тоже пообщались. Ремонт подъездов надо делать. Но это силами управляющей компании за счет средств самих людей. Самим спилить нельзя. Засохшее дерево на Королево-17-1 угрожает безопасности детей. И самое главное, над дорогой нависает, где дети ходят, и где ночью даже машины стоят. Эта инициатива ненаказуема. Герои программы «Городская среда» делятся опытом содержания образцово-показательного дома. Инициатива есть, есть желание, есть любовь этим заниматься. Капитальный ремонт не в радость. Жители многоэтажки на конной армии 18-9 предъявляют претензии к своей управляющей компании. Люди настаивают, реконструкцию дома провели некачественно. Трещин становится все больше, а кровля не выдерживает ни одного дождя. Эти жалобы дошли до администрации Ростова. Городоначальник встретился с жителями, чтобы разобраться в проблеме. Наталья Бешкарева продолжит. Это с той стороны трещина, по которой меня залило. Которую строители не раскрыли, а просто замазали. И все. Сначала они ждали капремонта, а теперь сами оказались не рады. У дома постройки 27-го года диагнозов достаточно. Неисправная вентиляция, сырость в подвалах, текущая крыша и трещины. После реконструкции, утверждают жильцы, проблем меньше не стало. У меня эта стена вся мокрая, крыша, там не угол дома. Капитальный ремонт стоимостью 4 миллиона рублей в глазах жильцов себя не оправдал. С этими претензиями люди не раз обращались в управляющую компанию. Однако никаких действий не последовало. Именно поэтому на жалобы откликнулся градоначальник. Сергей Горбань внимательно осматривает дом и отмечает. Комиссия по этому адресу уже выезжала. Вот я живу в четвертом подъезде. Там такая трещина увеличивается, что в любой момент трещина может дать... Вообще обручить подъезд может. Теперь, когда делали кровлю, они не прикрепили шифер, который там на крыше. И как только начался порыв ветра, этот шифер начал слетать. По заключению комиссии, дом находится в удовлетворительном состоянии. В ближайшее время власти обещают отремонтировать еще и кровлю, а также провести обрезку деревьев, растущих во дворе. Да, там проблемы в подвале. Там не делали ремонт. Смиту, которую делали, она не попала, подвал не попал. С людьми тоже пообщались. Ремонт подъездов надо делать. Но это силами управляющей компании за счет средств самих людей. Напоследок, градоначальник пообещал взять выполнение работ под личный контроль. И добавил, маленьких или больших проблем не бывает. Любые вопросы нужно решать. Наталья Бешкарева, Владимир Дудник, Южный регион.Инфо. Свой цветник возле образцово-показательной многоэтажки. В доме есть и хозяйка, которая за 20 лет изучила здесь каждую трещинку. С ней здороваются обитатели всех 216 квартир. И приходят с идеями и инициативами. О том, что инициатива бывает ненаказуема, расскажем в программе «Городская среда». Инициатива есть, есть желание, есть любовь этим заниматься. Но вы понимаете, что вот так, ну все делать, как вот сейчас сделано, не только у меня, но и возле первого подъезда. Возле остальных подъездов нужна помощь. То есть мы обращаемся, вот мне сделали воду, нужно заборчик, пожалуйста, заборчик. Нужно красочку, чтобы покрасить, красочку. Девочкам вот нужно было земли привезти, привезли землю. Поэтому вот взаимодействуем с нашей хозяйкой дома. Жители Ворошиловского района бьют тревогу. Засохшее дерево угрожает безопасности детей. Аварийный объект находится на Королево 17, дробь 1, прямо напротив детского сада и школы. Глава района обещал спилить опасное дерево к концу сентября. Однако до сих пор ничего не изменилось. Каждый день Николай Борисенко проходит мимо детского сада. Минувший весной знакомый маршрут стал небезопасным. Дерево, которое стоит на городской территории, окончательно высохло. Утром и вечером здесь всегда многолюдно. Рядом еще и школа. По словам жителей, незначительного порыва ветра достаточно, чтобы на голову прохожим посыпались ветки. Рядом магнит у нас. Все люди идут сюда. Через дорогу пятерочка. Опять же люди идут по этой дорожке. Поэтому я когда шел в магазин, вдруг ветка упала. Я обратил внимание, что дерево совсем засохшее. Я обратился к главе администрации. В администрации района подтвердили, тополь принадлежит муниципалитету. Ликвидировать аварийный объект пообещали к концу сентября. Правда, не уточнили, сентябрь какого года имеют в виду. В управлении по благоустройству Ворошиловского района сотрудника, который мог бы дать комментарий, на месте не оказалось. Вот, пожалуйста. Тем более в ответе администрация признала, что это аварийное дерево. Что это аварийное дерево. Что оно обещали его спилить в конце. Вы видите, что творится здесь? Вот. Видите? И самое главное, над дорогой нависает, где дети ходят, и где ночью даже машины стоят. С приходом сезона дождей появится больше проблем. Ведь предсказать, когда на голову упадет ветка, невозможно. Несмотря на опасность, жители улицы Королева продолжают ходить по удобному маршруту. Ну, боимся. Ну, а что делать? Никто не хочет этим заниматься. Если бы занимались, наверное, те, кто этим должен заниматься, значит, его бы не было. Так упадет и ребенка, и также и пожилого человека, может убить. Или так поранит, что будет лежать. Или поломает или ноги, или руки. Там вот, посмотрите, в округе тоже полно таких же сухих деревьев, которые вот так же наклонились. Но это, конечно, самое опасное, потому что очень тут неприятно проходить. Заниматься спилом деревьям самостоятельно нельзя. Как только в поле зрения горожан попадает опасный объект, о нем необходимо заявить в управление по благоустройству города. Тогда шансы на своевременное устранение проблемы гораздо выше. Дарья Зимина, Владимир Дудник, Южный регион, Инфо. В ближайшую субботу жители Ростовского моря намерены провести митинг с перекрытием Щепкинской трассы. Как сообщает портал 161.ру, вот уже месяц неподалеку от этого района горит свалка и терпение у жителей на исходе. Они обращались в разные инстанции, но горящий мусор продолжает отравлять воздух. Мы будем следить за развитием событий. Будьте в курсе последних событий вместе с порталом Ростов Лайф. Включайтесь в интерактив вместе с радио Ростов ФМ. Я прощаюсь с вами, до встречи.